Всем привет на этом канале, впереди у нас мадагаскарские серии. Месяц я готовил поездку в эту страну. Хотя с одной стороны, что там готовить, но тем не менее, логистику и орг-вопросы никто за меня не сделает. И вот уже, сидя на пересадке в Париже, за 4 часа до вылета на Антона Нариву, мой попутчик пишет мне, что он не полетит. По-разному, конечно, кидали меня люди в поездках, но это уверенное гран-при. Но хорошо, что в самый последний момент нарисовался Иван, мой белорусский подписчик из Флориды, экстренно за 3 дня купивший билет на Мадагаскар, полетевший и спасший мое одиночество. Он спас мое одиночество, я спас его английский, который на Мадагаскаре нахер никому не нужен. Ну что же, вперед за развратом и приключениями. Антона Нариву, или коротко-тона, нифига не безопасный в вечернее и ночное время город. Отсутствие освещения на улице еще больше усугубляло ситуацию. Силуэты бездомных, греющиеся у костра проститутки, все это напрягало и заставляло пока не расчехлять камеру. Ну я реально ссал. Беда пришла, откуда не ждали, но об этом уже в третьей серии. В общем, один мой хороший знакомый посоветовал мне недалеко от отеля Downtown, заведение, которое называется La Mention. Ну, это на верхнем этаже. Вообще, я думал, что, зайдя сюда, я думал, что Мансион это вот пиццерия. И так даже немножко разочаровался. Нет. Нет, это как метро какой-нибудь, станция метро Академическая в 6 утра она затягивает людей. Только вместо людей здесь женщины. Женщины малогасийской наружности. Они 8 открыли двери, пришел специальный человек, открыл дверь с надписью Privat Club. И женщины идут туда до сих пор. То есть, там такое логово, ребятки. Там такая охота идет на наши пеницы и на наши кошельки. Атмосфера вокруг вообще бомбическая. Если бы я здесь оказался один, мне было бы дико некомфортно. Потому что, вот это мои. Мы с вами. Мы с вами. Целую пиццу им скормили, поэтому они очень... В любой другой ситуации ограбили бы 100%. Но теперь мы с ними друзья. И я считаю, что здесь вообще шикарнейшая концепция. Просто сидеть вот на этом месте в течение 10 дней. И просто обозревать окрестности. Я думаю, что Хемингуэй когда-то так и писал. Что-то я допиздил до хуйни. Пора к девкам идти, да? Мадагаскар. До 18 лет. И пали фото. Пали фото. Нотер секреты. Чувак, который, если он знает, что эту траву он сольется с ней. Непросто. В клубе везде были таблички ноу-фото. Но это хрен с ним. К концу второго дня мы уже как постоянные клиенты были. И нам бы разрешили снимать. Но освещение а-ля джунгли было такое ужасное, что его не брала ни одна камера. Соотношение девок, приходящих в этот бар на выданье, к залетным иноземным женихам было фантастическим. На одного парня 10 баллов. Реально. То есть, и прямо есть хорошее есть. На меня такая джулия носила прямо в такая в блестках. Ну, просто королева клуба. Джулия. Моя вышла. Джулия Робертс. Моя вышла. Также здесь, не отходя от клуба, можно купить все. Сигаветы. Сигаветы. Презервативы. Презервативы. А что такое? Какие еще? Узвадила. Нужно еще? Узвадила. Ужunch use a lot! Я спросил, какие здесь основные национальности, которые на себя входят? Итальянцы, австралийцы, корейцы, китайцы много. И чувак спрашивает, ты откуда? Я говорю, ну угадай, я из России. Девчонки выводили из бара ветеранов Вьетнама, и, конечно же, на наш зрелый возраст спрос был огромен. Мы выгодно отличались от остального мужского контингента. Ну это реально, это лучший лот приехал в понедельник сегодня. Как будто я стою на контроле и их не пускаю. Парни, 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 вы не проходите. Ребята, айди есть, айди есть. Когда ты девчонок, ты можешь уйти и поесть биржа. Нет, 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 нет. Нет проблем, нет проблем. Нет проблем. Все, уже пошло распределение. Сколько по зероте вам брать? Парни на входе ввели нас в курс дела и сразу же рассказали про ценник. По напиткам мы все поняли. Девочки, конечно, будут просить купить им что-то выпить, но это ни разу не тайские леди-дринк, которые обычно дороже. И местные девчонки в основном просили, ну, бутылку колы и все, которая стоила чуть больше доллара. Да там хоть всех напитками одаривает за такие цены. А я так и делал. Все, выбрал, говорит, я, говорит, с двумя хочу. Вот это, конечно, вообще плюгавая тварь. Ее никто никогда не брал, и, видимо, это ее и так сильно задевало. Срываться на клиентов она начала уже с первых дней. Наш конфликт разрастется почти до рукоприкладства через два дня, но об этом позже. Охранники сказали, что девушки останутся до утра за 50 тысяч ариарей. Это где-то, ну, долларов 12. Это настолько несерьезная цена, что я всегда оставлял в полтора-два раза больше. И никогда не расценивал это как плату за какие-то услуги. Скорее, как подарок, как помощь. Мы, так сказать, пошушукались вот примерно так же. Мы спросили, сколько стоит здесь? И вот сейчас идет процесс торга на немыслимом англо-французском языке. О, вот это знаменитое, когда включаются калькуляторы. За 150 скажи, да, обе? Смотри арифметику. А ты вырастешь, тебе тоже будешь ходить. Отда тебе, одна мне. Нет, у меня там еще своя, две тебе. К нам дают. А мы едем к Сейшану, вот она там сзади. Она скромная очень. Видите, обе очень сильные. Все, все, все. Силенш. Сколько? Сколько? Сколько секунд? Мы едем к нам на хату. Пионеры, все, идите в жопу. Это реально Ташкент какой-то. А нас как-то не проинструктировали, что по ночам с собой надо носить паспорт с визой. Везде. Потому что любой полицейский патруль грозил бы расставанием с Энной Сумой. Все, блин. Короче, у нас на заднем сиденье четверо, а впереди полиция, и одну девочку высадили. Мне кажется, сейчас ее просто убьют здесь. Ну, так, как я просто. Я точно не пойду на улицу. Вот ты и иди. А потом за заново на реку. И в теории? Да. Да, но в том, что я стоял. Ты не скарапанул, да, вон я? Контроль. Контроль. Теперь мы безопасность. Да. Блядь, сейчас стопудово нас тормознут. Вот здесь есть вот такие вот. Короче, с молодежью, если гай. Ну, сканы паспортов в телефоне, конечно, не проконали. Короче, тормознули менты, говорят, где ваш паспорт? Я показываю фотографию в телефоне. Они говорят, а где ваша виза? Ну, блядь, все надо ебать, до чего угодно. Он говорит, месье, выходите. Я говорю, я вышел. Фотографии имеется. Он говорит, я говорю, сколько ты хочешь? Он говорит, 200 тысяч. Он говорит, ты охуел, что? 20 максимум. Он говорит, нас трое. Я говорю, тогда 21 тысяча. Каждому по 7. Согласился сразу. Девчонку подобрали, которую высадили, поехали дальше. Мы поселились чутка на горе, не в центре. Далековато, но зато офигенный вид. Я здесь не выйду. Все, сейчас этот прикуриватель. Прекрасное место мы нашли для того, чтобы подзаправиться бензином. Разлетались в сторону бродячие собаки, обитатели мусорок. И, наконец-то, такси затормозило у наших хором. Тут, конечно, та еще криминальная лестница. Но я ее потом покажу при свете дня. Причем, если с кольей. На балконе, почему-то в моей комнате с видом на ночную тону, тут началось то, что Ютуб не одобрит, а вот в платные подписки – велкам. Тут такие танцы. А моя стесняшка сразу пошла мыться и включила тиктоки про Иисуса Христа. У Вани в какие-то дни прям были хорошенькие-хорошенькие. В первую же ночь я его выбор не совсем одобрил, но какое вообще мое дело. К тому же взял он двух, что, в принципе, приравнивается к одной красивой. Так что все окей. Ваня у нас оказался самец. Ну что же, друзья мои, первый вечер, можно сказать, удался. Мы с разгону совершили такой небольшой набег на заведение Мансон. Вот, у меня была девочка, ну, прекрасно. Я захожу в клуб и вижу, сидит в углу девушка при громкой музыке что-то слушает в наушниках. Она слушала какие-то проповеди Иисуса Христа. Я говорю, все, мой вариант абсолютно. Не приедет все вот это многообразие вот этих вот, все, давай, давай со мной, пошли быстрее. Я взял ее. У Вани же другая ситуация. Ваня решил, так сказать, не ограничиваться одной. Ну, благо, помоложе, чем я. Ваня оказался оптовиком. Привез вчера сразу двоих. И сейчас он поделится своими соображениями. К сожалению, подробности той ночи вынужден пропустить, потому что они попадают под, хотел сказать, под статью. А, впрочем, под статью Ютуба об обсуждении сексуальных тем. Так что мы это оставим за кадром для подписчиков Бусти и Патреона. Цензура, ничего не поделаешь. Сегодня второй день на Мадагаскаре. Мы еще даже вообще не выходили на улицу. Уже где-то порядка двух часов дня. Надо поесть. Надо понять, где мы будем жить ближайший уикенд. Потому что эта квартира... Да, надо показать, какие шикарнейшие хоромы мы сняли. Во-первых, двухуровневая. Если вы подъезжаете к этому дому снаружи, вы никогда не поверите, что здесь может быть то, на что малогасийские женщины, зайдя сюда, вчера сказали «Вау! Прекраснейшая кухня! Полностью вообще всем оборудована!» Второй этаж. А моя-то, конечно, вчера еще забыла наушники. Может быть, специально. Может быть, нет. Но вчера она, общаясь со мной, мне написала такое сообщение «Ты хочешь сегодняшним вечером сменить женщину?» Я сказал «Нет, дорогая, я останусь с тобой». Шикарнейший балкон с видом на Тану, как сокращенно называют ее местные жители. Возможно, лучший вид в городе. Ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Снял я эту двухуровневую квартиру на Airbnb, внимание, за 30 долларов за ночь. Но вообще спрос на мадагаскарские отели и квартиры сильно выше, чем здешняя инфраструктура может предложить. Ну что, пойдем заценим обычную жизнь Таны в свете дня без какого-либо плана и направления. Вообще на Airbnb есть такая функция, не помню, как она правильно формулируется, но подход к дому без использования ступенек. Ну, для инвалидов, да? То есть у нас здесь вот просто, мне кажется, максимум выполнен по этой программе. Пройти здесь ночью пьяным, ну, я не знаю, это надо умудриться. Девчонки вчера справились. Сейчас покажем, что у нас тут есть на районе. Мини-маркет. Привет. Невесты. Прекрасная мусорка на районе. Сова? Сова. Вот, это тоже уже наши друзья. Вообще, чтобы тебя не грохнули в первый же день, а тут атмосферка такая по вечерам, надо со всеми просто подружиться, со всеми познакомиться. От нашего дома в даунтаун ведет вот такая охрененная лестница, которая используется местными парнями под назначению совосстановления своих физических кондиций. Молодцы! Кто в присядку, кто в гуськом, ну, только гляньте, кто елочкой, кто лесенкой. Это Гене. Сколько минут ты в монтей? 40. Но прежде чем попасть в даунтаун, ты проходишь через местный рынок. Как говорится, держите карманы, потому что Антона Нариву карманниками славится. Здесь на одном квадратнометре тебе предложат машинки, какие-то магниты. там-тамы, колбаса. Это кто? Котовский, что ли? Котовский, он памятник на Бадагаскаре поставили. Это для него. Для него. Для него. Нет, для него. Это для него. Если постоянно идешь в каком-то окружении, главное, беречь карманы. Нет, нет, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Миссия, мне 5 килограмм. Это другое, миссия? 5 килограмм. Почему ты просил 100 килограмм? Миссия, мне 5 килограмм. Плесня. Спасибо, миссия. Можно мне такого чувака приставить на постоянку, на все время пребывания здесь? Так, все, пусть они пройдут. А знаешь, до чего он их отгоняет? Чтобы сейчас самому бежать за нами и просить деньги. Попрошайк тут реально очень много, и особенно вот на этой улице. Все время эта шкида будет за тобой бежать, если ты иностранец. Так, тебя что, в полицию пойдет? Полиция? Что это? Что это? Что это? Они все, походу, в полицию ведут. Не опасные, но надоедливые. Я в полнейшем восторге от страны, вот в таком же примерно восторге, как от каждого входящего доната в пользу этого канала. Люди посылают свои кровные в пользу будущего контента, и за это им надо сказать спасибо. На вершине списка сегодня Серега. Серега молодец просто. И все остальные в этом списке тоже. Вы всегда можете воспользоваться PayPal, а также номерами карт Сбера, Тинькова и Револют, которые у вас на экране. Также всегда, пожалуйста, подписки на платные ресурсы. Патреон и Бусти. Там, где серии длиннее и без цензуры, без заслонок и почти на 10 дней раньше, чем они выходят на Ютубе. И даже есть выпуски, которые на Ютубе вообще не публиковались и не будут публиковаться. Держатели иностранных карт. Welcome на Патреон. С отечественными. Bienvenue на Бусти. Вот это просто охуеннейший бар. Я сразу скажу. Сейчас мы вам покажем всю подноготную. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quoi? Vous êtes журналист? Ну, блогер. Blogue. Ah! Ok. Vous êtes quel pays? De Russie. Ah, de Russie. A santé. Merci. A santé aussi. A ver? A santé. A la santé. C'est la tabla? Oui. A la santé. A la santé. A то, я сразу на стол сел. Вот. Ну, скажем так, это... Это здесь, конечно, антисанитарно. Во. Так, пошли. У тебя по усам текло вроде не попало. C'est le résultat ne pas mau? Ne pas mau. Да. Максимальное погружение, и это только начало. Деньги нам жгли ляшки, и мы решили просовать их в рулет. Подтверждает. Деньги тоже? И все? Нет, нет. Деньги здесь легали или нет? Нет. Нет. Это тяжело для тебя? Да, для меня это специально. Но полиция может остановиться? Да. И ты должен платить? Сколько? 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 Какая шарманка, чувак. Мы решили, так сказать, подобрать из душевной донат бару ребятам, которые там, чисто купить им бутылочку пива. Ребята услышали русскую речь, и такие сразу – Рысь, Рысь. Я говорю, да, Рысь. И он говорит – Владимир Путин. Вообще, очень много, кто здесь, услышав русскую речь, подходили с вопросом за Путина. Ну, как обычно, в странах, сильно далеких от текущего вооруженного конфликта, в головах у местных – это какое-то совершенно наивное представление о происходящем и об этом персонаже. Президент Руси. Да. Руси. Даже нечего застрять на этом внимания. Вы из Сенегала? Да. Папа Буба Диоп. Да. Ты знаешь культуру Руси? Да, да. Я знаю Киев, Кремля. Кремля, да. Я знаю бар, водка. Чувак на кастылях сказал – ты как бы с камерой здесь поосторожнее, но я смотрю, ты парень крепкий, сильный, как этот, который Макгрегор, но его соперник. Я говорю – Хабиб. Он такой – да, ты мощный здесь, как Хабиб. Мы спускаемся в трущобы. Музыка. Музыка. Камара. 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 Азампу на нем, как говори? Азампу на нем, как говори. Апре. 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 Не надо. Ты, так где, откуда вы здесь взялись-то? Все потрат, все потрат. Ну, ну, ну. Закопать потрат. Закопать потрат. Кто хоть этот? Ну, я говорю – надо морду кирпичом, да? И? Что боялись здесь? Боялись дети. Значит, это наш новый друг. главный сутеньор Антона Нарибу много женщин, женщин да? да, 6 6? 6 детей и сколько женщин? 3 4 4 нормальные? да да в форме да 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 вот этот вот товарищ в кадре, ваш покорный слуга все трындит, целый выпуск про чувство самосохранения, про безопасность и при этом с первым же дедом увязался в какие-то подворотни прошли хибарами, гаражами вот три гопника на разбитой тачке вонючий козел, груда ковров ёпасы ты, где мы вообще? да 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 заебись да да говори мoscev да да мы да а всем Brilliant Папа Франциско Франсуа Да, да Это как? Олимпийск? 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 Типа? Типа людей, которые прямо не спросят Все в цвет Прекрасно! Давайте на выход Здесь у нас всегда есть 100 000? 100 000 ариарей? 1 000 ариарей? 100 ариарей? Флэр Спасибо большое Он говорит, что много людей В этом доме живут здесь Какие люди? 9-10 9-10 Какой аж ты? Я не знаю Какой аж ты? 50 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 1972 1972 Вы Тро жоли Тро жон Тро жон Тро жон Спасибо До свидания До свидания До свидания До свидания Знаете, такой местный булату Куджава Вот он прямо похож Ты знаешь какие-то дипломатичные способы избавиться от человека, когда он немножко уже подзаебал? Мужичок Мужичок Не сюда Дальше там мы Лесер Лесер Мерси Ретурна фамилия Лесер 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 Осталось закупиться к ночному столу, у нас же опять будут гости из Мансона И можно выдвигаться в ночное Сам Мансон собирался силами, его отчасти олицетворял этот господин, спящий на его ступеньках Блядь, ты, конечно, пиздец выглядишь, как жиган лимон просто вот во всем этом окружении Мальчишка симпатичный Как только в Мадагаскаре начинает темнеть, а надо не забывать, что сейчас зима здесь, потому что мы в южном полушарии Вот, темнеет, соответственно, немножко раньше, чем у нас Вот, поэтому мы надо как бы съябывать с людных мест, пока тебя не нахлобучили Сколько у нас каждый вечер намечаются дамы, и дамы всегда требуют в апартаментах пива, а ближайший супермаркет хуй знает где находится, я даже не знаю Ди бутей Ти-ты, ди пи-ти, ди пи-ти бутей Поэтому мы решили вот в таком импровизированном супермаркете все себе купить Огурцы, малосольные Ну, как же меня ломало тащить покупки в гору Комбьянсы, кот? 35, дай, пожалуйста Там все, да? Девчонки будут довольны Я предлагаю такой челлендж Найти человека, который нам поднимет это все в гору Неплохая идея Порте 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 А вы? Да 5 тысяч? 5 тысяч? Да 5 тысяч, за 5 тысяч они поднимут за доллар 5 тысяч? Да 5 тысяч? 5 тысяч? Мужичок побешал трусцой, с оглядкой, словно сейчас, что с этим пивом ломанется вправо или слево куда-то в трущобы А как вы думали? Страна победившего колоніализма Ну, 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 гуси Все, давай Давай донесем уже А? Давай донесем Мерси, мерси, мерси Сейчас выяснится, что все то же самое мы могли купить около дома Моя дашли ой да чего приятная нация все в цвет отвечают пока мы рассовывали подарки для девочек по холодильнику на город тем временем спустились сумерки время отхарчиваться и двинуться в ночное правда сегодня только вторник а самое веселое заведение города такси b активизируется только в четверг потому наша дорога снова лежала ну куда в мансон конечно а точнее а точнее монтажом уже из мансона что там в мансоне то снимать влюбленная решна была уже на месте а ваня даром что оптовик снова увел из клуба двух девушек и ситуация вот один в один что было накануне дежавю в общем вот мы едем по специальной программе которая называется антона нарыву без полиции бездорожной полиции хотя мы сегодня как раз взяли с собой паспорта но видимо обойдемся без взятки водитель знает как бы все объездные пути ездить без фар заезжает с тыльной стороны нашего дома девчонки на заднем плане вот я не очень опять же понимаю почему ваня едет с моей с моей в обнимку они реально знаешь как будто их наркоконтроль задержал они такие сразу все упирают лица моя села сразу слушать проповеди христовой я люблю право вверх вторая снимает тик токи и такое ощущение что наша квартира идеально подходит до этого третья вообще вообще пока не понятно что за персонаж у местных девушек тик ток это прямо смысл жизни при этом выходит у них достаточно однообразно но для нашего глаза и уж тем более для зрительского думаю вполне экзотично сегодня праздник у девчат сегодня будут танцы и Верчего ужасно И остаются вдоль стены Пришедшие напрасно Придут девчонки стоять Дороги, плодочки, в руках, ни ребят Ай, потому что на десять девчон По статистике девять ребят Придут девчонки стоять Дороги, плодочки, в руках, ни ребят Ай, потому что на десять девчон По статистике девять ребят Они очень неплохи в сексе Прям даже хороши В сравнении с теми же кубинками, например Но в остальное время Ощущение, что их интересует Вот только этот самый ТикТок Предложил поиграть в города Даже правила не поняли Вот примерно по принципу Москва, Воркута, Джамбул Уже лучше зашла игра в бутылочку Эта нехитрая забава Всегда спасает любую вечеринку Наш оптовик тем временем выбирал С какой начать А я думал они там втроем будут Ну дизайн маек у меня всегда был прекрасен Для чернокожей девушки тем более Решна конечно странный персонаж В жизни вот три интереса Христос, ТикТок и вот теперь еще я Но девушка все равно хорошая Она покажет себя еще в этих сериях Вы подумаете про деньги и про жажду наживы Но дождитесь финалочки нашей поездки Там все вскроется Мы не можем понять от нее что она хочет Что она сидит вообще и слушает Риану уже без конца Вот, а вторая, ну хоть покажет Кишка тебе Вторая девушка, она ушла уже наверх спать В Ванину комнату А я говорю, а ты хочешь с Ваней-то пойти Ты, гудрявенькая Она говорит, да хочу Я говорю, ну вам как вы будете там спать-то втроем Так и нет, я спать не буду У нее парик Я пока тут постою для перевода Друзья, учите французский язык Иногда это может оказаться очень полезным Хотя, конечно, на первый взгляд Это совершенно не кажется таковым Однако уложить двух девушек в одну постель Двух девушек, которые между собой вообще не подружки Непростая задача Ревность Обычная ревность И мы эту тему еще коснемся в ближайших выпусках В итоге одна начала выгонять другую Чтоб та либо ехала домой Либо шла спать вниз Яндекс такси тут почему-то не работало А оставленный таксистом номер не отвечал Ну и что делать? А эта говорит, пускай идет на диван спать вниз Блять, огромный дом не могут поделить В итоге так и уснули По парам сверху и одна внизу В общем-то все получили свое Кто зачем приезжал Но как же я заебался это все переводить и разруливать Мадагаскар Моя убежала сегодня с утра делать себе афро-прическу Неоднократно показывала Что вот такая у нее шевелюра Не нарадуюсь просто Все убрала, постель застелила Ну не девчонка, а черное золото Мы решили не терять времени даром Потому что у кое-кого, который по две женщины берет на ночь Уже кончились 200 долларов, которые он поменял в аэропорту А у меня еще всего до хрена Не то чтобы просто поменять деньги на Мадагаскаре Ну и не то чтобы сложно Поиграться, конечно, могут и к купюрам старого образца И еще к чему-нибудь Жизнь показала, что надежнее обращаться к банкомату Проблема поменять деньги Пошел в банк, его отослали в travel agency В travel agency его отослали обратно в банк Тут же подскочил пронырливый мужичок Сказал, нужен обменник Сейчас через 5 секунд я буду здесь С необходимой суммой на 300 американских долларов И, как говорится, мужичок устремился А мы ожидаем Пока ты ждешь, тебе здесь предложат все Пауэрбанк, какую-то музыкальную шкатулку Деньги, ну понятно, штаны принес чувак И только вот этот милый дедушка не предлагает ничего Ну естественно нас кинули Легальный обменник располагался на третьем этаже этого же здания Но мы связались с какими-то кидалами Которые ловкостью рук Я лично пересчитал деньги дважды Они все равно как-то умудрились обмануть на 100 долларов То есть на треть суммы От миллиона с лишним местных денег На руках осталось около 800 Короче, мы поменяли деньги у каких-то пройдов И таксист, который посадил, говорит А вы как бы после заключения сделки Хорошо ли вы посчитали деньги? Ничего не пропало? Мы такие Ты считаешь? Они очень быстро прямо слились вообще То есть мгновенно Ну сейчас будет немножко у нас, видимо, недосдача Конечно же на районе все знают, кто и чем промышляет И этих парней тоже все знают Но никто не остановил нас от сотрудничества и коллаборации Мы купим нож у торговцев и убьем их Паркума? Нет Серьмо Асса Вы потеряли 100 долларов? Ну да, покажи как это происходит А только дайте мне деньги В какой-то момент показалось, что сейчас нас еще и таксист нахлобучит на остаток суммы Но это честный парень Часто нас возил Ну уж если бы так вот нелепо у меня сперли деньги, засунув их себе между ног То я бы, конечно, заметил Ну вот так вот, в общем Бывает Бывает Все, что меня напрягло сразу, это то, что они очень быстро съебались То есть я ему еще вслед кричу, как я могу тебя найти, потому что мне тоже надо деньги поменять Слава богу, что он убежал быстро Но это, конечно, ловкость рук и дохуя мошенничество 49, 50, 51, 52, 53, 54 Не хватает, а то и буля То есть они ровно половину Чуть меньше Ну скажу тебе так, на трех баб меньше потрахаешь По факту, конечно, вот эта сцена в этой серии лишняя Но раз уж мы начали выпуск с Кидалова Так Кидаловом и закончим Композиция В общем, это была первая из четырех серий на канале С Мадагаскара Градус будет только повышаться Не переключаемся, а то пропустите, можно сказать, все Подписывайся на этот канал, если ты здесь впервые, чтобы не пропустить новые выпуски Также все уведомления приходят через телеграм-канал Подписываемся Оставляем комментарии Пишем в них все, что захочется Только без оскорблений За оскорбления тут либо леща получаешь Либо в бан Ну и не забываем ставить лайк этому видео Чао Субтитры сделал DimaTorzok